Данные дистанционного зондирования с Земли стали жизненно важными для картирования особенностей земных ландшафтов и инфраструктур, управления природными ресурсами и изучения изменений окружающей среды. Благодаря созданию более совершенных технологий, материалы космических съемок высокого разрешения стали одними из наиболее оперативных, надежных и эффективных источников информации для мониторинга состояния и динамических изменений в землепользовании. В этой связи в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби с 2018 года действует Центр дистанционного зондирования Земли, который занимается подготовкой геопродукции для различных отраслей на основе геоинформационных систем и космических снимков. Основная деятельность Центра космических технологий дистанционного зондирования с Земли приказна о получении, обработке и распространении космических снимков различного пространственного разрешения. Данный центр с 2018 года сотрудничает с несколькими институтами Китайской академии наук. В соответствии с этими соглашениями университету было предоставлено право на распространение обучений и оказание технической поддержки при внедрении приложения программной платформы SuperMap GIS в Центральной Азии. Также в центре КТ и ДЗЗ установлена виртуальная приемная космическая станция САЦИ Китайской академии наук. Все с помощью сотрудники получают спутниковые данные дистанционного зондирования с Земли различного пространственного разрешения от пяти спутников ДЗЗ. Специалисты обрабатывают эти космоснимки и результаты их обработки используют в реальном секторе экономики. Мы можем с помощью вот этих, ну вот называется Quick Look, то есть эти снимки, они как бы, ну как бы предварительные снимки, но они показывают реальные участки, которые снимаются, показывают реальную обстановку в месте съемки. То есть мы можем выбрать участки, где нет облаков, можем выбрать участки, где хорошо снято, там, допустим, именно те участки, которые нам нужны, можем их выделить и заказать реальные снимки. На основе этих снимков мы можем выполнять, делать электронные карты, можем делать, и с помощью вот этой программы SuperMap GIS мы можем не только электронные карты создавать, можем создать геопортал, который могут видеть через интернет другие люди и другие компании и заложить в эту базу данных этой геопортала, этой карты, ну какие-то тематические данные, статистические данные. Сегодня у Центра КТ и ДЗЗ есть немало успешно реализованных проектов. Пример, в 2020 году при прорыве Сардубинского водохранилища в Узбекистане Центр совместно со специалистами Института аэрокосмических исследований при Академии наук Китая провел исследование зоны подтопления Макторальского района Туркестанской области в Казахстане. На основании космических снимков GF-3 в качайшие сроки была определена и проанализирована площадь подтопления пассивных полей и населенных пунктов. Центром дистанционного зонтирования с Земли проведена определенная работа, я хочу подробно остановиться на одном из них. Всем известно о прорыве дамбы в Макторальском районе. В результате вода затопила населенные пункты Узбекистана и Казахстана. Как видите, зона затопления Казахстана составляет 7 районов. Мы проанализировали эту ситуацию. Взяли космические изображения до взрыва дамбы и после взрыва. По результатам было затоплено около 60 тысяч гектаров. Около 15 тысяч из них находятся на территории Казахстана. Был нанесен ущерб пассивным полям и населенным пунктам. На основании космических снимков мы установили, что ширина прорыва плотины составляет 234 метра. Когда мы проанализировали с помощью цифровой модели рельефа, оказалось, что расстояние от Сардубинского водохранилища до территории Казахстана 25-30 километров, селевой поток по уклону пошел вниз. К примеру, водохранилище находится на высоте около 287 метров над уровнем моря. То уровень затопленных зон находился ниже на 210-215 метров. Сегодня сотрудники центра активно получают заказы от различных госучреждений, а организаций участвуют в различных грантовых проектах. В прошлом году в целях развития туризма специалисты центра КТ и ДЗЗ совместно с ТУО «Туранга ГРУ» подготовили электронную карту и план-схему для пеших туристов. В результате посетители могут по проверенным тропам попасть в туристические объекты в ущелье Аюсай, расположенном в вилле Алатаусском национальном парке. Центр дистанционного зондирования с Земли оказывает космические мониторинговые услуги по следующим направлениям. Анализ последствий лесных и степных пожаров, анализ последствий селей и наводнений, картирование и анализ состояния пастбищ для скота, картирование и анализ пассивных площадей, анализ состояния объектов захоронения бытовых отходов, создание внедрения веб-гиз-портала и публикация электронных карт. В настоящее время центром КТ и ДЗЗ планируются работы по созданию автоматизированной системы мониторинга маринных озер и созданию мобильных гибридных электростанций контейнерного типа. Использование космических технологий позволит предотвратить катастрофы, вызванные природными и антропогенными факторами, и снизить размер ущерба. В 2021 году мы заключили меморандум с организацией космических защитных МЧС РК. В рамках этого проекта мы предложили им систему автоматизированного мониторинга маринных озер. То есть, как вы знаете, в Казахстане насчитывается 945 маринных озер, из них 47 опасные. 14 из них находятся в окрестностях города Алматы. Мы были на двух маринных озерах. Сейчас стоит вопрос реализации совместного пилотного проекта по созданию автоматизированной и умной системы мониторинга. В случае успешной реализации мы поставим автоматизированную интеллектуальную систему на всех этих опасных маринных озерах. Итак, что дает нам эта система? С помощью мы можем определять уровень воды, температуру и влажность почвы, количество осадков. Все это можно наблюдать, сидя в кабинете через геопортал. Центр космических технологий и дистанционного зондирования Земли приносит свою пользу и для студентов в казну. Учащиеся могут проходить здесь обучение и стажировку, применять полученные знания на практике. К тому же поддержку в работе Центра оказывает и председатель правления, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Женсид Консидович Чумебаев. Женсид Консидович к нам периодически приходит, знакомится с нашими работами. Он нашу работу, нашу технологию поддерживает. Сейчас руководство рассматривает наши заявки по обеспечению аппаратным и программным обеспечением. Думаю, что в дальнейшем построили этот замечательный центр, где могут и студенты заниматься, могут и специалисты приходить заниматься. И какие-то работы выполняются уже научные и технические, и перекладные работы выполняются. Использование данных геоинформационной системы и дистанционного зондирования Земли привело к значительным изменениям в эпоху глобализации. Развитые страны мира эффективно пользуются такими технологиями и добились конкретных результатов. На сегодняшний день специалисты Центра принимают заказы от разных организаций. Если у вас есть предложение и вам нужны высококвалифицированные специалисты в области космической деятельности, то Центр КТ и ДЗЗ приказно может предложить свои услуги и помочь в решении актуальных проблем.